Нам сегодня нужно привыкать работать, уже, кстати, прошлый год мы отработали, привыкать работать в новых условиях работы, чтобы нашему населению оказывать те необходимые и востребованные виды бытовых услуг, которые сегодня нам предписывает оказывать государство. Тем не менее, я бы хотел подчеркнуть, что оказывая эти виды, пусть даже где-то и социально, то есть может где-то себе невыгодно, мы должны думать над тем, как сегодня эти предприятия бытового обслуживания должны работать прибыльно и, соответственно, оплатить уровень заработной платы тому персоналу, который на них работает. Оказание парикмахерских услуг, по ремонту и пошиву одежды, услуги прачечной химчистки, все это в изобилии представлено в больших и малых городах. Следует отметить, что наряду с государственными предприятиями весьма плотно работают в сфере услуги предприятия частного бизнеса. И это правильно, это продиктовано временем. В новых экономических условиях необходимо работать по-новому. Ниша, открывшаяся для тех, кто желает иметь свое дело, будь то салон, выездная химчистка или ремонтная мастерская, просто клондаек. Но это все про город. Населить дела обстоят несколько хуже. На коллегии госконтроля подчеркивалось, кто будет работать не столь важен, а важен тот факт, чтобы услуги оказывались. Главное, чтобы эта услуга оказывалась. Будет это индивидуальный предприниматель или районный комбинат бытового обслуживания. Главное, чтобы население получило эту услугу. И вопрос сегодня рассматривался, что не обязательно комплексный приемный пункт. Пожалуйста, оказывайте предпринимателей. Мы рады будем. Главное, чтобы костюмчик сидел, поется в популярной песенке. Для сельского жителя эта фраза весьма актуальна. Актуальна она и для сотрудников госконтроля. Ведь сегодня сельчане хотят быть красивыми, ухоженными, желают облегчить свой домашний труд, воспользовавшись услугами у мастерских и химчисток, как и горожане. Но работа сферы услуг резко снизилась на селе. Причина – закончилась господдержка. Пока еще частично, но придет время, и ее не будет вовсе. А значит, руководителям нужно искать новые формы работы. Это дело времени. Однозначно и одночасно решить все эти проблемы невозможно. Потому что многие вопросы замыкаются на финансовую составляющую. А денег нет. Их недостаточно. Финансовая поддержка со стороны государства, она уменьшается. Если, например, посмотреть, в 2012 году оказана господдержка со стороны государства более 8 миллиардов. В 2013 году – более 5. В 2014 году пока сложно сказать, что будет. Но нацеленные предприятия мы нацеливали, чтобы они выходили на прибыльную работу, чтобы оказывали бытовые услуги, особенно в сельской местности. Определенная реорганизация, ну скажем так, оптимизация, она уже по ряду районов области пошла. Сегодня мы проводим в ряде районов эксперименты. Не массово, но все-таки нужно смотреть на то, как будут и как возможно работать и оказывать бытовые услуги в новых условиях. Сегодня, допустим, в ряде регионов мы смотрим, как бывшие районные комбинаты бытового услуги могут работать в составе жилищно-коммунального хозяйства. Да, где-то это может оптимизировать издержки, но сегодня, повторюсь, еще самое важное, кроме издержки финансового результата, важно, чтобы оказывались эти услуги. Но речь на коллегии шла и о других просчетах и недоработках, таких как невыполнение социальных стандартов, неправильное распределение средств, нарушение выплат заработной платы и порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, искажение данных государственной статистической отчетности и другие. Нацеливали на выполнение всех мероприятий, которые предусмотрены программой развития бытового обслуживания, на выход на прибыльную работу, на оказание высококачественных видов услуг, чтобы население получало их в полном объеме. Представители комитета госконтроля Брестской области данный вопрос будут держать под постоянным контролем. Поэтому итоговая коллегия не повод расслабляться. Она должна стать стимулом к исправлению ситуации.